Дмитрий Морозов. Очень здорово выступили, хотя было видно, насколько тяжело ребятам. Да, но я думаю, мы ещё обсудим. Давайте сейчас пойдём уже, что называется, в трансляцию, в эфире. У нас ещё готово интервью, и мы, я думаю, когда будем ждать оценки, эти интервью покажем. Открывает Анастасия Тараканова, которая очень неудачно выступила в короткой. Знаете, нужно сказать, у неё вчера трагедия в семье случилась, бабушка умерла. Представляете, каково ей кататься было вчера и сегодня. Анастасия Тараканова На прошедшем в начале декабря в финале Гран-при среди юниоров Анастасия Тараканова заняла четвёртое место, и совсем немножко не хватило, чтобы завоевать бронзовую медаль. Анастасия Тараканова 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 Молодец, молодец. Настя просто прокат жизни выдала сегодня. Чистейшая произвольная программа. Я думаю, что тренеры ее могут быть довольны. Я думаю, что бабушка тоже все видит и радуется вместе с Анастасией. Блестящий прокат. Это, конечно, действительно до дрожи пробирает. Подняла она весь контент в первую половину, потому что у нее каскады стояли во второй. Но решили, может быть, даже сделали выводы и по итогам юниорского финала. Гран-при, наверное, посмотрели на готовность ее здесь и решили всю часть. Очень теплозал приветствует криками «Молодец!». И вот так вот открыла она произвольную программу в женском одиночном катании. Здорово, блестяще. Она такое ощущение, прямо на волне спортивных пар продолжила нестись. Насколько хорошо катались качественно спортивные пары. Вот давайте сейчас у нас есть возможность интервью наших триумфаторов предыдущего вида послушать. Да, занявших второе место Наталья Забияка и Александра Эндерта. Их интервью в первую очередь сейчас. Послушаем потом Тарасу Морозу. Эмоции только положительные. Очень рады, что он закончился. Очень рады, что мы были здесь. Очень было приятно выступать в Саранске. Мы уже не первый раз здесь выступаем. И каждый раз поддержка с трибун очень такая прям живая, теплая. И это очень приятно. Ну и, конечно, мы очень рады, что мы исправили недочеты, которые были после финала, после каких-то этапов гран-при. Очень рады, что все это получилось. Все сделали, скорее всего, на уровень, который мы хотели. Потому что произвольно мы еще не видели протоколов. Но я думаю, что в этот раз все удалось. И удалось, главное, откататься легко, с настроением, с посылом. И вот это, наверное, когда все отсоединяется, эмоции остаются только положительными. Серебро чемпионат России. Насколько большая медаль это для вас? Насколько важна эта медаль? Мы, во-первых, очень рады, что мы чисто откатали. И задачу минимум мы выполнили. Конечно, мы приехали сюда бороться за золото. Но мы сделали все, что могли. Мы, как минимум, сделали шаг вперед. В прошлом году была бронза. То есть очень близко. И мы чувствуем, что мы можем еще добавить. Еще есть запас. И будем бороться дальше. Мы рады, что мы прибавляем. То, что растут оценки. То, что мы сами по ощущениям становимся более открытыми, более раскрепощенные. Очень рады, что координационный элемент удались. Так что все это дает.